приветствую всех вы на канале старт android с вами виталий непочатов и мы продолжаем учиться создавать android приложения на прошлом уроке мы с вами подготовили все необходимые инструменты для разработки android приложений теперь давайте создадим наше первое приложение познакомимся со структурой android проекта и настроим android virtual device виртуальное android устройство для запуска и тестирования этого приложения давайте запустим android studio меню quick start выбираем верхний пункт для создания проекта application name здесь как вы догадались надо указать название нашего приложения оно будет отображаться в списке приложений в android устройстве и оно будет являться именем проекта пишем first project так как проекта у нас будет много чтобы не запутаться мы будем давать им имена по шаблону будем добавлять к названию приложения префикс п номер урока и номер проекта в уроке на номер урока выделим три цифры на номер проекта одну таким образом имя первого проекта в третьем уроке p0031 нижнее подчеркивание first project поле company домен можете указать адрес вашего сайта если сайта у вас нет можете указать ваш ник и через точку любой понравившийся вам домен это нужно для формирования имени пакета согласно общепринятым стандартам языка java для тех кто не знает небольшой ликбез любая программа на java содержит один или более класс классы организованных пакеты своего рода папки так вот по соглашению имя пакета начинается с перевернутого домена компании и пишется маленькими буквами если вы не имеете представление о языке java я настоятельно рекомендую пройти небольшой вводный курс ссылку на который вы видите на экране а если не видите то ищите в описании к этому видео если же и под видео нет ссылки тогда заходите на мой блог android.info и наберите в поиске слова java курс небольшой и поможет вам освоить азы языка java без этого вам будет очень трудно создавать android приложения давайте теперь выберем папку где будет храниться наш проект это может быть абсолютно любая папка на любом диске вашего компьютера я например буду складывать проекты в папку старт android папки android на диске д нажимаем кнопку next следующем окне нужно выбрать устройство для которого вы собираетесь создавать приложение это может быть телефон или планшет или телевизор конечно не любой телевизор а android tv можно разрабатывать приложение для android wear умные часы если вы не в курсе ожидается даже поддержка google глаз но не будем забегать далеко вперед выбираем первый пункт phone and tablet теперь давайте выберем минимальную версию android для которой будем создавать наши приложения android приложения имеют обратную совместимость это значит что если вы разрабатываете приложение для версии android 5 лолипофф то его будут поддерживать устройство только этой версии а если вы сделаете android приложение для версии android 2.3.3 например то его будут поддерживать все приложения начиная с версии android 2.3.3 и выше но здесь есть одно но при разработке приложения для определенной версии используется пакет инструментов соответствующей версии это те самые sdk платформ которые мы скачивали в android sdk менеджере папки каждой версии помните так вот при использовании инструментов младших версий вы не сможете использовать например тема элементы оформления интерфейса и продвинутые фишки последних версий когда мы с вами станем продвинутыми разработчиками мы конечно научимся обходить такие ограничения после определенных танцев с бубнами google кстати нам здесь заботливо приводит проценты охвата аудитории на основе статистики использования реальных устройств на текущий момент например при выборе минимум sdk api 19 android 4.4 kitkat охват пользователей будет на уровне 24 с половиной процента а если мы выберем api 15 android 4.0 ice cream sandwich то наше приложение покроет почти 90 процентов всех пользователей android скачивающих приложения из play market доля android 5.0 лолипа пока еще очень мала чтобы ограничиваться только этой версии а если захотите охватить всех пользователей android нужно выбрать android 2.3.3 но в ущерб функциональности сейчас нам пока лишние проблемы не нужны и мы выберем минимальную версию android 4.0 ice cream sandwich переходим дальше следующем окне мы видим много шаблонов для создания приложений эти шаблоны задают структуру и поведение приложения для определенных задач но мы пока не будем их использовать а выберем blank activity переходим дальше активити ней здесь нужно указать имя класса главного экрана нашего приложения оставим по умолчанию layout name здесь оставим одно слово main для удобства жмем finish градл собирает наш проект градл это система автоматической сборки она достаточно сложная чтобы рассказать о ней в двух словах главное что вам нужно знать кредл работает без нашего вмешательства автоматически и выполняет все необходимые действия по сборке проекта компиляции кода выполнение тестов и многое другое подробности вы можете найти в википедии от нас требуется только набраться терпения и подождать пока он закончит свою работу наконец открылся наш проект по умолчанию сразу открывается макет главного экрана приложения android studio генерирует визуальное представление как приложение будет выглядеть на устройстве но здесь вы можете увидеть ошибку рендеринга нам сообщается о проблеме со стилями мы пока будем лечить это уменьшением версии здесь в окне рендеринга так как по умолчанию указано максимально и 5 21 давайте выберем например и 5 19 как видим это помогло теперь давайте познакомимся поближе со структурой нашего проекта в окне project папки нашего проекта мы видим еще три папки манифест java rest в манифест хранится файл манифеста или конфигурации приложения двойной щелчок откроет его для просмотра пока здесь вам мало чего понятно ничего не трогайте мы вернемся к этому файлу в последующих уроках в папке java хранится код нашего приложения здесь пока только один пакет и он содержит только один класс единственного экрана нашего приложения больших и сложных приложениях могут быть десятки пакетов и сотни классов кликнем дважды чтобы открыть наш класс мы инактивити он содержит необходимые для работы приложения методы позже мы научимся создавать их самостоятельно а пока продолжим знакомство со структурой нашего проекта следующий пакет папки java с аналогичным именем android test в конце создан средой разработки автоматически для тестирования мы не будем на этом пока останавливаться подробно перейдем к папке res здесь хранятся ресурсы которые могут быть использованы в нашем android приложении это изображение звуки а также макета экрана в меню строковые константы папка дробл хранит изображение папка layout хранит макета экранов вот главное окно нашего приложения которое вы уже видели вот так она выглядит в виде xml представления здесь на языке разметки описана его структура в папке меню лежит файл представления меню которая встроена в наше приложение по умолчанию это меню пока ничего не делает просто выводит слово setting в последующих уроках мы научимся сами создавать меню и работать с ними папка values содержит файлы с описанием стилей строковых констант размеров экранов файл string например хранит описание строковых констант таких как имя приложения текст на главном экране заголовок меню файл стайл хранит ссылку на стиль оформления приложения ниже мы видим папку gradle script она содержит файлы инструкции для автоматической системы сборки мы не будем их трогать без особой надобности здесь есть информация о минимальной и максимальной версиях совместимости нашего приложения его уникальный идентификатор и другая важная информация вернемся главному экрану нашего приложения давайте попробуем запустить его на эмуляторе но для начала давайте откроем AVD менеджер и посмотрим есть ли у нас виртуальное устройство для запуска приложения в главном меню нажмите tools android AVD менеджер у меня в окне менеджера целая куча виртуальных девайсов созданных мной раньше у вас их может не быть вообще в любом случае мы сейчас научимся создавать виртуальные устройства но для начала посмотрите эту таблицу уже созданных девайсов здесь указаны их основные параметры имена, разрешение экранов, уровень API, целевая версия операционной системы, тип процессора занимаемое на диске место устройствами можно управлять, запустить его или изменить его параметры сделать его дубликат, стереть данные и удалить нажмите create virtual device, чтобы создать новое устройство здесь можно использовать аналоги линейки nexus а можно создать устройство со своим набором параметров лучше выбирать устройство с меньшим размером и разрешением экрана чтобы не слишком нагружать компьютер теперь переходим к выбору образа нашего виртуального устройства которое мы загружали через SDK Manager исходя из версии нашего приложения нам подойдет Android 4.4.2 KitKat имя AVD оставим без изменения, настройки тоже пока особо менять никакие не будем устройство создано, запускаем стартует эмулятор довольно долго, придется подождать обычно я вырезаю этот процесс при монтаже видео наконец эмулятор запустился, он имеет симпатичный скин выглядит и работает как обычное Android устройство давайте теперь запустим наше приложение для этого выберем зеленую стрелку на панели инструментов Android Studio предложит нам выбор использовать уже запущенный эмулятор или запустить другое устройство поставим здесь флажок чтобы не приставало с глупыми вопросами Cradle собирает наше приложение из проекта после чего оно загружается на эмулятор устанавливается на него и запускается мы видим название приложения в заголовке видим текст Hello World на экране и даже можем открыть меню настроек вернее прочитать его заголовок попробуем теперь выйти из приложения странно, кликаю по кнопкам, но ничего не происходит видимо этот симпатичный скин не доработан кнопки у него какие-то не настоящие как же им управлять? это никуда не годится нужно выбрать или создать другое устройство закрываем этот эмулятор теперь при повторном запуске студия снова предлагает нам устройство для выбора я выберу один из своих ранее созданных эмуляторов версии 4.2 должен подойти запуск длился так же долго но у этого устройства хотя бы есть кнопки и не можно управлять как обычным смартфоном теперь мы можем выйти из приложения на домашний экран да мы вообще теперь можем все давайте посмотрим в чем отличие этого устройства от предыдущего откроем мы в виде менеджера и найдем его в списке откроем его параметры здесь ничего особенного даже образ используется тот же самый кстати можно установить этот флаг для ускорения загрузки давайте теперь посмотрим расширенные настройки вот этот параметр здесь выбран параметр no skin эмулятор с ним выглядит не так красиво но ним хотя бы можно управлять итак подведем итоги в этом уроке мы научились создавать простейшие андроид приложения разобрались в структуре проекта а также научились создавать эмуляторы андроид устройств и управлять ними в следующем уроке будем рассматривать элементы экрана и их свойства я надеюсь вам было интересно и у вас все получилось а если есть вопросы задавайте их под видео оставляйте комментарии лайки перейдя по ссылке в описании вы также можете оказать посильную помощь нашему проекту Внимание! последующие уроки записывались раньше и выполнены в другой среде разработки Eclipse Google больше не поддерживает Eclipse в качестве среды разработки Android приложений хотя многие разработчики ею успешно пользуются но мы стараемся идти в ногу со временем и постепенно будем переводить наши уроки на Android Studio а вы не пугайтесь и смело используйте код из последующих уроков в новой среде разработки в Android Studio создавать проекты в Android Studio вы уже научились продолжайте использовать принципы создания проектов из этого урока примеры большей части уроков будут работать разве что будет отличаться интерфейс приложения в любом случае задавайте вопросы в комментариях пишите на форум вам обязательно помогут а я желаю вам удачи в Android разработке и до встречи на следующем уроке